Привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать об американском путешественнике, который отправился в необычную часть Аляски с небольшим запасом еды и снаряжения в надежде прожить некоторое время в уединении от людей. Ну а к чему привели его стремления и желания, и как сложилась его судьба, вы узнаете из этого видео. Кристофер Мак Эдлас родился в Южной Калифорнии, 12 февраля 1968 года. До 6 лет он жил в Эль-Сегунде, штате Калифорния. Затем семья перебралась в Аннадейл, где отец получил хорошую должность в компании НАСА. Семья по американским меркам считалась благополучной и обеспеченной. Вот только внутри семейства между родителями постоянно возникали ссоры, которые часто переходили во взаимные оскорбления. У Криса был твердый характер с самого детства, а когда он повзрослел, то к характеру прибавилась подлинность идеала. Кристофер окончил школу Вудсона в 1986 году, и буквально через месяц он отправляется в свое первое путешествие. Крис за лето успел объездить почти что всю страну. Затем он поступил в университет Вэмори, где выбрал специализацию по предметам, которые больше всему ему нравились – антропология и история. Будучи физически хорошо развитым, занимаясь спортом, он был лидером в команде по бегу. Его семья принадлежала к среднему классу. Эта принадлежность тяготила Кристофера. Успех он рассматривал как материализм общества. Позрослев, Крис приходит к мысли, что ему не нужны титулы, любые звания и разные почести. На мировоззрение молодого человека оказали большое влияние книги известных писателей – Уильяма Дэвиса, Джека Лондона, Льва Толстого, Генри Тора. Прощание произведения привели Криса к осознанию, что он хочет себя оградить на какое-то время от социума, хочет пожить наедине со своими мыслями. И это стало его навязчивой идеей. Окончив университет, Кристофер жертвует все свои деньги на благотворительность в организации Оксфор. От оплаты за обучение составляло 24 тысячи долларов. Именно эту сумму он и отдал. Оставшись свободным от материальных благ, Кристофер Македлос отправляется в путешествие и выбирает себе новое имя – Александр Супер Бродяга. Крис начал путешествовать через Аризону. Затем проделал путь через Калифорнию. В Южной Дакоте он даже поработал на элеваторе. Шли дни за днями, недели за неделями. Чередовались и периоды, когда у Кристофера не было ни работы, ни еды. Иногда он умудрялся добыть еду самостоятельно. Так как путешествие проходило вначале на машине, то нужно было еще заработать деньги на бензин. Но вскоре его машина попала под наводнение, и ее пришлось бросить. Найдя возле реки Колорадо заброшенное каноэ, Кристофер добрался до Калифорнийского залива. Вы думаете, что эти трудности огорчали молодого человека? Вовсе нет. Он получал удовольствие от того, что может выжить без денег, без еды, без удобства и принадлежностей. Будучи еще подростком, он мечтал освоить неизведанные места Аляски, где он мог бы жить вдали от цивилизации и вести дневник, описывая свое физическое и духовное развитие, когда столкнулся бы с силой природы. И вот его желание могло осуществиться. В апреле 92-го года супербродяга добирается автостопом до городка Фрэнбэнкс. Последним, кто его видел в живых, стал Джим Геллин, который довез его от Фрэнбэнкса до Стейпентейл, маршрута, проложенного еще в 30-е годы шахтером Эрлом Пилингрим. Геллин был обеспокоен за Алекса, не имеющего ни компаса, ни опыта существования в землях Аляски. Неоднократно он пытался убедить парня отложить поездку и даже предлагал довести его до Анкориджа, чтобы докупить необходимые продовольствия и снаряжения. Но Македлес отказался от помощи, приняв только пару резиновых сапог, сэндвичи и пару чипсов. В итоге Геллин высадил его в начале Стейпентейл во вторник, 28 апреля 1992 года. Поднявшись по Стейпентейл, Крис увидел брошенный автобус. Он одновременно служил убежищем для охотников и патрульных. Вот в этом месте Кристофер и решил остановиться. С собой он взял мешочек риса, винтовку, ремингтон и много патронов. Кроме этого было еще некоторое снаряжение и несколько книг, одна из которых была по растениям. Он думал, что сможет выжить, употребляя в пищу растения и охотясь на дичь. Будучи неопытным охотником, Македлес сумел добыть некоторую дичь, на примере дикобразов и птиц. Однажды он убил целого лося, но не смог приготовить должным образом мясо, и оно было испорчено. Вместо того, чтобы разделить тушу на мелкие куски и высушить, так как это делается с вяленым мясом в пустыне Халяске, он ее закоптил, последовав совету охотников, встреченных им в Южной Дакоте. Каждый день Алекс вел свой дневник. Записи были за 189 дней. Впечатления о происходящем были разные, от восторженных до очень мрачных. В июле, прожив в диких условиях больше трех месяцев, Кристофер решил, что хочет вернуться к людям. Но обнаружил, что путь назад оказался перегражден из-за разлива реки Токлоника. Всего в 400 метрах от Криса была переправа через реку, однако он этого не знал. 12 августа Маккендлес сделал свою последнюю запись в дневнике. «Я прожил счастливую жизнь и благодарю Господа. Прощайте и пусть благословит всех Бог». Затем он залез в спальный мешок, сшитый для него матерью, и отправился в небытие. Вероятно, всего он умер 18 августа, через 112 дней после того, как ушел в дикую природу и за 19 дней до появления у автобуса шестерых жителей Аляски, обнаруживших его тело внутри. Официальной причиной смерти было истощение. Его вес был 30 килограмм. Напоследок он сфотографировал сам себя. На снимке Крис стоит рядом с автобусом под высоким небом Аляски. Одной рукой он протягивает в сторону объектива свою прощальную записку. На основе его дневника о жизни Кристофера была написана книга «В диких условиях». Позже по книге был снят художественный и документальный фильмы. Мнение людей поделилось. Одни разделяли взгляды Криса, другие просто не понимали. Ринджер Аляски Питер Кристиан написал. Я постоянно наблюдаю то, что можно назвать феноменом Маккендлесса. Люди, в основном молодежь, приезжают на Аляску, чтобы бросить вызов в непрощающей пустыне, где возможность спасения и эвакуации практически неосуществима. Если взглянуть на Маккендлесса с моей точки зрения, то сразу станет ясно, почему его можно назвать не отважным, а просто глупым. Судьбу его печальнее, а замысел безрассудным. Во-первых, он недостаточно изучил навыки выживания в диких условиях. На Стэмпи Тейл он прибыл даже без карты. Будь у него хорошая карта, он вышел бы из трудного положения. По существу, Маккендлесс совершил просто самоубийство. Друзья, как вы расцениваете поступок Кристофера? Поделите своим мнением в комментариях. Ну а на сегодня это все. Спасибо, что вы с нами и до новых встреч.